Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы с вами разберем один-единственный стих. Уделим ему все свое внимание. Конечно, рассмотрим контекст, но сосредоточимся на некоторых деталях. Как отрывок, в котором этот стих заключен, то евангельское чтение, он очень известный, он многократно читается в праздничные дни Рождества Христова, не только сам в праздник, но и в последующие дни, в предшествующие дни. То есть люди, которые ходят на вот этих выпавших нам государственных выходных регулярно в храм, они его слышат и уже, можно сказать, почти наизусть могут воспроизвести. Но вот здесь как раз и скроется некоторая такая обманчивая ловушка, которую Лукаво может нам уготовить, которая скажет, «Нет, ты уже знаешь сюжет, ты слышал, ты пересказать сможешь, даже ребенок сможет пересказать, и ребенок в воскресной школе это разбирает, что тут дальше смотреть». Но нет, здесь же нам важен в Евангелии не только сюжетный ход, не только поворот событий, пусть и очень важных, по спасению человечества, но и то, как мы можем практически в своей жизни применить совет, даже не где прямое указание Христа или где какая-то притча, а где просто идет некоторое повествование. Так вот, давайте сегодня откроем одно из рождественских евангельских чтений, откроем вторую главу Евангелия от Матфея и прочтем 22 стих. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Ну, я думаю, все уже догадались, что речь идет о Иосифе, что именно он убоялся именно. О нем повествует вот этот евангельский стих, о нем говорится в предшествующих и последующих стихах, а некоторое такое действующее лицо, Иосиф Обручник, человек, который заботится о Божьей Матери, человек, который заботится о Богомладенце Христе прежде всего и который спас Богомладенца Христа. Спас, потому что, конечно, он так ничего особо не планировал, но ангел ему во сне явился и говорит, «Иди, беги в Египет». А сейчас мы читаем стих, где он, наоборот, собирается из Египта возвращаться. И что мы видим? Что из Египта он собирается возвращаться, но не в тот город, уже где Христос родился, Вифлеем, в град Давидов, в град, где по пророчествам Ветхозаветным Христос должен был родиться, а наоборот, как мы узнаем в следующем стихе, он пойдет в Назарет. Ну, то есть в тот город, в котором он, в принципе, большую часть своей жизни прожил, воспитал своих детей родных, названных братьев Господа, апостола Иакова, апостола Иуду будущих. И вроде тоже, ну, какой-то связующий ход, только в этом стихе, ну, такие детали, да, что вот Ирод умер, что вместо него царствует Архилай, тоже уже мы можем понять, как царство Иродово разделено после его смерти, такое четверовластье в Иудее установлено, внешними римскими властями. И все это тоже, в принципе, важно. Важно, опять же, обратить внимание на то, что Архилай, сын Ирода, хотя вроде и не был известен какими-то такими великими злодеяниями, как Ирод, не избивал младенцев, стараясь убить Христа, тем не менее он не был известен какими-то великими свершениями, достижениями, как Ирод. Потому что Ирод, помните, как апостолы говорили, Господи, взгляни на храм Иерусалимский, смотри, какие камни. А камни, правда, гигантские. Сейчас, если в Святую Землю отправиться и пойти в музей Храмовой горы, такой туннель, прокопанный под Храмовой горой, то там глубоко под холмом, уже под вековым слоем, нанесенным земли, откопали просто гигантские, гигантские эти блоки, как в те времена их перетаскивали с места на место в горной местности, ну, даже сложно представить. То есть, да, вот Ирод великий, богатство какое-то, и процветание, и строительные работы, то есть его, в принципе, иудеи, они очень-очень любили и вспоминали о нем, с сожалению, говорили, о, какой была крепкая рука, да, вот такой великий вот воин, строитель, экономика при нем была, все развивалось, искусство. А вот, ну, его наследники какие-то, они уже вроде не такие были, ну, правда, не такие кровожадные. Нам, в принципе, вот уже, если мы смотрим на Ирода и Архилая, то тоже мы должны и в нашей ситуации быть очень осторожными, потому что мы тоже можем посмотреть на тех или иных там исторических деятелей, которые там как-то над экономикой работали, у которых была крепкая рука, там масштабное строительство ввели, вот, но при этом были жестоки, убивали людей, истребляли их, и тоже христианин уже после этого не может употребить и сказать, ничего страшного, что кого-то там посадили, расстреляли, в лагерь заключили, отправили там каналы какие-то копать, и остаться при этом другом Престой Богородицы и Бога Младенца Христу. Можно сразу сказать после этого, нет, я за Ирода, подобных ему, да, я против Христа. Да, Архилай уже тоже вроде не очень-то хороший, Иосиф Рашево решает избегать. Архилай тоже как-то должен вот какое-то презрение, а к этому презрению еще добавляется, что и никаких великих свершений, да и вообще власть у него потеряна, да и вообще внешнее там управление государственное с запада, и с Рима пришло. Да, вот тоже кажется, и на его фоне Ирод кажется такой великой фигурой, но нет, Архилай все-таки такой, зато кровожадностью не отличался. Но и это на самом деле вторичный момент, потому что в этом стихе хотелось бы обратить внимание на другое, то, что Иосиф, который перед этим, но нам видно, что он вот как-то, ну, подчиняется ангельскому глазу только, то есть ему говорят, встань, войди в Египет, но он послушание, смирение проявляет, идет, берет в Египет, что здесь он проявляет сам инициативу. И вот с этого мы можем взять пример. То есть не то, что ему уже известно, что надо идти в землю Израилеву, что туда он пошел возвращаться тоже, потому что ангел Господень ему явился, и может он самый первый в Египте узнал, потому что в те времена, ну, какие СМИ пока, какой-нибудь корабль плывет, торговый караван с ним, и вести придут, что вот уже за пустыней, в Иудее царь Ирод уже все, скончался и пошел Богу отвечать за свою жизнь. Иосиф это все узнает сразу и идет. Однако некоторую детализацию своего решения, это не то, что ему продиктовал ангел волю Божию, он уже принимает сам. Он сам оценивает обстановку, он сам думает, так, идем в Вифлеем. Во-первых, в Вифлеем прийти, ну, ближе, удобнее. Если ты проделал путь из Египта в Иудею через Синайскую гористую пустыню, помним, Моисей там с израильским народом 40 лет блуждал, понятное дело, тут был некоторый промысел Божий, чтобы все умерли, кто в рабстве родился, и новое поколение вошло в землю обетованно. Но все равно даже вот этот несколько-недельный путь для женщины с ребенком и для старика, Иосиф, надо понимать, он уже глубокий старик, да, он уже схоронил свою жену, он уже вырастил взрослых детей, что этот путь тяжелый, проще куда остановиться, как-то уж и в Вифлееме, и там все-таки уже из Назарета, когда он еще ушел, а все-таки в Вифлееме провел там пару лет, как мы помним из указания, которое Ирод давал, что избить младенцев вот такого возраста. Нет, в Вифлеем не идет, не идет Иосиф, а идет он в Назарет и принимает это решение сам. И, однако, тоже вот это решение уже потом снова подкрепляется во сне, получив откровение, пошел в пределы галилейские. С одной стороны, мы видим, что здесь у нас сбытие пророчества. Христос родился в Вифлееме, но должен возрастать в Назарете. И это тоже об этом пророчества в Ветхозаветной были. И тоже для того, чтобы Христос очутился в Назарете и как-то с Назаретом ассоциировался, ему нужно было там вырасти, провести большую часть своей жизни в смирении, в трудах, в помощи Иосифа, а потом уже по его смерти, да, помощи своим названным братьям, заботе о Престой Богородице, за этим плотницким делом, что собрать, опять же, там было проще, не окостеневших сердцем, далеким от Иерусалима, с его натетничеством, с его формализмом, вот этих простых галилейских рыбаков в апостолы призвать. Тем не менее, Господь не использует Иосифа просто вот как некоторый винтик в машине спасения человечества. И он взаимодействует с Иосифом, он дает некоторое направление, говорит, послушайся, Иосиф, давай, иди, возвращайся. Иосиф наверняка тоже в Египте уже, он же мастер, плотник, который, ну, с таким опытом работы, в Египте, надо понимать, он не среди язычников только жил, а там большая иудейская община многовековая, там же, собственно, и перевод 70-ти толковников, вспомнить самый первый перевод на варварские языческие языки священного писания Ветхого Завета тогда был совершен тоже именно в Египте. И тоже ему как-то было удобно, комфортно, ему Господь говорит, он слушается. А дальше он уже выбирает, как вот эту заповедь Божию ее детально применить. Не говорит, ой, не, Господи, давай мне направление дай. Принимает, осмысляет некоторые опасности. И вот осмыслив некоторые опасности, он находится в недоумении, и тут ему снова Господь подсказывает. Снова он принимает во сне откровение, уже да, все, точно утвердился в решении пойти в пределы галилейские. Для нас нужно поступить абсолютно точно так же в любой вот какой-то ситуации. Прежде всего мы живем по заповедям Божьим. То есть во всех своих планах мы отталкиваемся изначально от того, что Господь нам какую-то весть дал. Тот может сказать, ну не, как-то весть дал, там же ангел являлся, что-то диктовал. Ну, апостол Павел что говорил? Не от ангела, но от семени Авраама вы приемли. Сам Христос нам дал через апостолов. Духом Святым написан текст Священного Писания, поэтому это куда больше, чем Иосиф получал. У каждого из нас Библия в руках, там в смартфоне уже мы по сравнению с Иосифом в более выигрышной ситуации, куда более четко все разобрано, больше нам точек для опоры нашей духовной жизни. И вот мы отталкиваемся от Евангелия, и дальше уже Евангелие не будет говорить, сделай тут-то так-то, тут-то так-то. Надо самому разбираться, самому как-то решение по ходу жизни в тех или иных вещах принимать. А вот когда ты уже принял решение, взвесил какие-то риски, и уже подходишь к конкретике, тут снова надо вернуться и оглянуться на Евангелие и тоже посмотреть. А не войдет в контраст с Евангелием, не войдет в контраст с замыслом Божиим о мне и о моих ближних. Нет ли тут какого-то противоречия? То есть вот и такая стартовая база и заключительная проверка. А в середине уже наша свободная человеческая воля. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот это даже рисуется некоторый такой образ Божьих объятий. Господь берет из двух сторон, нас руками, наши души обнимают, но в середине ее свобода полностью сохраняется. Поэтому, дорогие друзья, и читая Евангелие, и когда у нас Евангелие закрыто на полочке, живем по евангельским принципам, не ждем, что кто-то нам скажет, старцы, духовник, какой-то ответ на вопросы в интернете, что это все разрешит наши проблемы. Нет. Мы созданы Господом свободны. И за свободу нужно нести ответственность и принимать решение самостоятельно. Но когда принимаем это решение, обязательно снова возвращаемся разумом, а может и не разумом, а просто открываем Евангелие, находим подходящее место, перечитываем, молимся и просим, Господи, утверди наше решение, помоги нам не ошибиться, ну а если даже ошибились, срочно исправляем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!